Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня будет видео об одном из финишей марта 2023 года. Я покажу вам свою готовую работу. И если вы смотрели мое видео о вышивальных планах на март 2023 года, то можете помнить этот сюжет, который там был впервые представлен. Это моя недавняя покупка. Была она совершена в феврале 2023 года. Тоже можете посмотреть видео о покупках. Если еще не успели этого сделать, эти ссылки можно будет найти в описании. А сегодня мы встретимся с готовым сюжетом Dimensions под номером 6924 из коллекции проектов на уикенд. И что еще интересно в этом сюжете, то, что это не просто вышивка, а еще и такой дополнительный элемент оформления прилагается в набор. Это картонное паспарту, такое, как изображено на этом сюжете. Давайте сначала посмотрим на сам дизайн на превью. Это «Свет на море», «Lighted Sea». И почему предлагаю посмотреть на обложку, потому что у меня вышито не так, как здесь рекомендуется. Эта работа будет предназначена в подарок. Если бы я вышивала ее для себя, то выполнила бы все так, как рекомендует дизайнер в схеме. Вы видите здесь вот такой флаг США, но у меня он заменен на более близкий флаг, но флаг России. Я не знаю, насколько понравился бы оригинал человеку, которому эта работа предназначается в подарок, поэтому я решила сделать такую небольшую политическую конверсию в этой схеме. Он у меня стал на один ряд крестиков больше, чтобы получились равные три цветных полосы. Поэтому также затронула это изменение в количестве голубых полукрестиков в небе. Их стало тоже на один ряд меньше. Вот такой сюжет у меня получился. Совсем он небольшой. В сантиметрах размер вышивки, заявленный производителем, 10х15, в дюймах 4х6. Если посчитать в крестиках, что я сделала, это 56х80, но, как вы видите, с неполной, но близкой к полной зашивке. Что касается техник, то здесь использовался крест в две нити, полукрест в 2, 3 и 4, бэкстич в одну нить четырьмя цветами и французские узелки. Причем узелки были вот такие белые и розовые. Белый в крестиках чистый тоже не использовался, только в бленде сайвори, цветом слоновой кости. И розовые используются только в узелках. Я выполнила в две нити, как рекомендовано в схеме, в три оборота, чтобы они были покрупнее. И вот такой еще есть узелок в четыре нити в два оборота. Я его выполнила на крыше маяка. Это вышивка на 14-й конве. Вот такая бежевая конва. Я думаю, что она хорошего качества, но на ней было сложно вышивать в два прокола, так как я чаще делаю. Вышивала эту работу я на руках, но не в два прокола. Поэтому получилось вышивать ее не так быстро, как мне бы хотелось. На все мне потребовалось 8,5 часов работы. И около часа занял бэкстич и узелки из этого времени. Если бы я вышивала как раньше, как было до конца 2020 года, то эта работа была бы не просто проектом на уикенд, как заявляет это производитель, а работой на один вышивальный день, хороший выходной. Но поскольку сейчас я вышиваю с ограничениями для себя по времени не более трех часов в день, у меня получилось выполнить эту работу за 4 вышивальных дня. 5 марта у меня был старт и 10 марта вечером получился вот такой финиш. Это не первый мой финиш марта, это уже четвертая завершенная работа в первом весеннем месяце 2023 года. Три предыдущих это мое творчество по моим схемам надписей. Если вы смотрели итоги февраля, то тоже могли наблюдать там мои первые попытки вышивки надписей без схемы или можно сказать по собственной схеме. Но там я для себя не рисую схему, а вышиваю просто сразу по тексту. Даже фразу иногда не пишу, просто знаю, как это должно быть. Но фразы я покажу, скорее всего, в отдельном видео, когда я с ними закончу на ближайшее время. Я хочу вышить еще 3 или 4. А вот ближайшие в будущем фразы можно будет увидеть только в итогах марта, что появится на канале в начале апреля. А такой сюжетный дизайн по набору – это мой первый финиш марта. Что касается итогов от начала года, я напомню, что после длительного перерыва я вышиваю только с 19 января. Это уже 21-я готовая вышивка, 721-я у меня в жизни. И, что интересно, 21-й набор Dimensions. Не могу сказать, что я очень сильно люблю эту фирму, поэтому у меня из 721 работы только 21 этого производителя. Хотя в этом году Dimensions я еще повышиваю. Ну, если вам интересен этот производитель, то мы с ним на канале еще встретимся. И давайте посмотрим финальный бренд, как это будет выглядеть с паспарту. Вот такое красивое паспарту входит в набор. Я еще ни разу не отдавала на оформление в багетную мастерскую работу, когда у меня уже было что-то для нее подготовлено. Хотя с паспарту, конечно же, много работы оформляла. Сейчас мне результат нравится. Мне кажется, что получилось очень красиво. И эти рисунки на картоне действительно дополняют сюжет и продают ему большей атмосферности. Также я довольна своим результатом больше, чем в начале работы. По превью давайте еще раз сравним. Вот такой результат нам обещали. И вот такой результат получился. Если вы интересуетесь этим сюжетом более подробно, давайте посмотрим. Вот такой фрагмент схемы. Здесь было на черно-красное двухцветное, глянцевое на одном листе. И вот столько материалов у меня осталось на органайзере китайском. И еще вот столько ниточек. Этот сюжет у меня 2002 года, а производство набора 2018. Хотя я не интересовалась этим сюжетом, но это не первый мой маяк вообще. И не первый мой маяк Dimensions. И вышивала я эту работу, участвуя с ней в совместном проекте. В группе ВКонтакте «Вышивальный блокнот» называется проект «Заветное желание. Сезон 4». В предыдущих сезонах я не участвовала, хотя эта группа вышивальная мне известна, и мне нравятся совместные проекты, которые там проходят. И, конечно же, поскольку я участвовала в таком проекте, я свое желание для этого маяка загадала, несмотря на то, что эта работа пойдет не мне. Будет очень смешно, если мое желание сбудется для человека, который получит эту работу в подарок, потому что я уверена, что ему это абсолютно не нужно. Но что касается моего желания, оно пока не сбылось. Были шансы, но это не только от меня зависит. Я вам как-нибудь потом расскажу, когда оно сбудется. Может быть, не о том, что это за желание, а просто по факту сбылось или нет. Потому что при вышивке предыдущего маяка «Дименшнс», это было у меня в 2017 году. Отдельного видео нет. Можно, скорее всего, посмотреть в итогах 2017 года. Это мое первое видео на канале, посвященное итогам года. Там 117 работ. Вот одна из них должна быть маяк. Но, честно говоря, я давно не пересматривала это видео. Просто помню, что вышивала его как раз в конце весны, начале лета 2017 года. Вот то желание сбылось быстро, но там все зависело только от меня. Поэтому тоже судить можно по-разному. На этом, сейчас я буду с вами прощаться, только дополню одну деталь по дизайну. Я забыла вам сказать о количестве цветов. Всего в этой работе 17 различных цветов. И один из них, белый, не используется чистым виде, никак, кроме небольшой части бэкстича. А используется только в бленде, белой сайвори, в полукрестиках неба. Остальные все цвета используются чистыми. Вот такой результат у меня получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, если вы вышивали этот набор, если не вышивали, и вам нравятся сюжеты Dimensions или работы с маяками. Также, если вы захотите поделиться своими мыслями по поводу приметы и желаний, загадываемых на маяки, или поделиться какой-то своей историей, то я с удовольствием почитаю и вам обязательно отвечу. А сегодня у меня все. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, что вы посмотрели мое видео и сделали это до конца. И до скорых новых встреч. Всем пока.